Продолжение следует... ...от тех вопросах, которые тревожат мое сердце, которые вдохновляют меня по-особому смотреть на Слово Божье. Название моей проповеди – «Панарион души». Наверное, когда вы увидели, сразу возник вопрос. А что же такое «Панарион»? Может быть, кто-то посмотрел в интернете. Но я сейчас объясню. Кстати, когда я иногда даю такие вот особые слова, мне всегда хочется, чтобы кто-то посмотрел. А что же это такое? Что это значит? Немножечко почитал. Когда-то в IV веке, уже нашей эры, был такой известный церковный деятель Епифаний Кипрский, который написал произведение, которое называлось «Панарион». Огромное количество ересей, которые окружали христианскую церковь. И задача Епифания Кипрского заключалась в том, чтобы эти ереси обличить, написать произведение, обличающее различного рода ложные учения. И в своем произведении он так толкует слово «Панарион». Он говорит о том, что «Панарион» в переводе с греческого языка – это аптечка. Аптечка. У каждого она есть дома. Аптечка, в которой хранятся лекарства из Слова Божьего, исцеляющие дух, душу и исцеляющие наше тело. И поэтому моя проповедь, моё слово, по сути своей, называется так – «Библейская аптечка для нашей души». Библейская всеобъемлющая аптечка для нашей души. Вот у каждого из нас есть такой феномен дома, да, как аптечка. Где-то в шкафчике, где-то в ящичке, да, но обязательно есть место, где хранятся лекарства. У каждого водителя, наверное, сегодня по закону в машине должен храниться свой «Панарион», да, должна храниться своя аптечка. И вы знаете, когда я стал наблюдать за феноменом аптечки в своей жизни, я увидел две интересных вещи. Самая первая тенденция моей аптечки, со временем она увеличивается. Когда я был очень молодым, моя аптечка, она умещалась, знаете, в маленькую коробочку. Ну, я не знаю, даже я не помню, какие там лекарства могли лежать. Чем старше я становился, тем эта коробочка становилась больше. Я уже начал понимать, да, что коробочку надо покупать с запасом. Я сегодня не пытаюсь дать рекламу нашей фармации, но я и не пытаюсь отрицать необходимость лекарств порой в нашей жизни. Но феномен такой, что наши «Панарионы», наши аптечки, когда мы говорим о земных вещах, очень часто они начинают увеличиваться. Есть разные тому причины. Ну, на самом деле есть разные тому причины. Причина первая, ну, она объективная. Мы не молодеем. Так получилось. Во время грехопадения, да, человек избрал свой путь. И тело пострадало, наверное, достаточно сильно. И сегодня, какие бы мы лекарства не принимали, какие бы методики мы не использовали, наше тело, оно все равно стремится к своему благодатному завершению. В Господе Иисусе Христе. Золотой век, да, еще определенные моменты. Но так или иначе, наше тело начинает больше болеть. И поэтому нашему телу нужна большая поддержка в виде определенных лекарств. Появляются те болячки, названия которых ты даже и не знал, да. Кто-то говорит, как наступает старость, когда уже, говорит, весь ассортимент аптек тебе известен. Тебя не пугает. Когда-нибудь какие-то особые латинские названия, типа какой-нибудь Папаверина, да, тебе уже, в принципе, ясны и понятны. И ты уже не просто знаешь название, ты уже знаешь, как применять, в каких дозах и прочее. Кто-то говорит, это старость. Или когда ты собираешься вместе друг с другом, и первое, о чем ты говоришь, начинаешь обсуждать, кто какие лекарства принимает. И от каких болячек. И я понимаю, что, ну, мы не молодеем, и поэтому нам нужно больше какого-то подкрепления от наших болезней. Но, слава Господу, первым подкреплением является молитва, Слово Божие и исцеление от Господа. Но когда Господь почему-то ожидает от нас определенного поведения, иногда Господь оставляет определенные болезни. Они не доставляют Богу удовольствия. Разрушение нашего тела не доставляет Богу удовольствия, чтобы мы понимали. Но это неизбежность нашей греховной сущности. Поэтому наши аптечки, они однозначно будут расти. С другой стороны, я понимаю, что наши аптечки увеличиваются тогда, когда в жизни людей появляется больше страха. Сегодня различного рода катаклизмы, они приводят к тому, что мы начинаем бояться. Бояться за свою жизнь, бояться за свое здоровье, бояться за здоровье детей. И я никогда не думал, что можно закупать лекарства впрок. Но я никогда не думал, что впрок надо покупать антибиотики, потому что они могут исчезнуть. Впрок надо покупать какие-то другие лекарства, да? Но так или иначе, пришло время, когда люди начинают затариваться лекарствами впрок. Не потому что болеют, а потому что боятся болезни. Потому что видят болезнь потенциаля. Я верю, что у христиан, ну, наверное, страха гораздо-гораздо меньше. Поэтому аптечки у нас меньше, чем у людей неверующих. Но страх заставляет нас скупать эти лекарства просто килограммами. И аптечки увеличиваются. Это, знаешь, третья причина, как бы, вроде бы, вот так просто она звучит. Это отсутствие времени. Отсутствие времени на врачей. И поэтому наши аптечки начинают заполняться лекарствами, которые я сегодня называю лекарствами-анальгетиками. Когда тебе некогда идти к врачу, но ты болеешь, тебе нужно лекарство, которое максимально быстро снимет симптом. Которое максимально быстро уберет боль. И сегодня, при недостатке времени, человек, боясь боли, он начинает наполнять свой панарион различными-различными анальгетиками, лекарствами. Ты знаешь, это вообще очень необычный феномен душевной жизни человека. Мы боимся боли больше, чем болезни. Правда? Мы боимся боли больше, чем болезни. И мы согласны разрушать, но только бы не испытывать боль. Я, когда пришел однажды к врачу, да, к зубному врачу, и врач, посмотрев мне на один зуб, он сказал, а почему ты не пришел раньше? Вы знаете, что я ему ответил? Я сказал, я боялся. Это тогда было по молодости. Он говорит, чего ты боялся? Я говорю, я боялся боли. Он говорит, ты боялся боли, но ты пришел к тому, что пришло разрушение твоей жизни. И многие люди настолько боятся боли в душевной жизни, в духовной жизни, в жизни, может быть, физической, что их аптечки начинают заполняться анальгетиками. Не лечением, но тем, что будет освобождать их от боли. И ты знаешь, есть еще одна категория лекарств, которые наполняют нашу аптечку. И это очень важно. То есть это лекарства, которые действительно нам необходимы. Я помню, когда совсем недавно, я говорю, как я пережил понимание того, что мне уже, ну, сколько-то лет. Что я все равно прихожу в какой-то возраст. Когда я пришел к врачу, и после определенных исследований, врач, посмотрев на меня, сказал, ну, говорит, что, говорит, уже не совсем молодой человек. Теперь готовьтесь к тому, что у вас есть лекарства, которые вы будете принимать всю жизнь. Я испугался, говорю, как так? Она говорит, ну, время пришло. Теперь есть лекарства, как их называют, жизненно важные для вас, которые вам придется принимать постоянно. Почему я говорю? Я же не веду какого-то аморального образа жизни, я не разрушаю свое тело. Но врач сказал, говорит, почему? Почему? Потому что теперь ваше тело нуждается в постоянном поддержании или регулировании. Ты знаешь, сегодня я говорю о нашем теле. Сейчас я рассказывал нам о нашем теле и о нашей аптечке. Но ты знаешь, то же самое, или, наверное, те же самые принципы работают тогда, когда мы говорим о нашей душе. Когда мы говорим о наших эмоциях, когда мы говорим о наших переживаниях, когда мы говорим о нашем разуме. Потому что в процессе нашей жизни стареет не только наше тело. Иногда стареет наша душа. И в определенный момент наша душа тоже нуждается в исцелении. И ты знаешь, может быть, даже с телом все в порядке. Человек работает, человек ходит в церковь, человек общается, кушает, человек поддерживает себя в здоровом образе жизни. Иногда и духовно все в порядке. У человека есть дисциплина. Человек читает Библию, человек ходит в собрания. Но болеет душа. Я не говорю сегодня, понимаете, о депрессиях. Я не говорю сегодня о кризисах. Я говорю сегодня о состоянии, которое я называю состояние усталой души. Есть такое выражение, молодые духом. А есть люди, которые, даже будучи в молодом возрасте, они уже пожилые духом. Уставшие духом. И когда я стал задумываться об этом феномене, вы знаете, что меня удивило? Ты знаешь, по телу можно сказать, сколько человеку лет. Ну правда. Хотя мы искусно маскируемся, но в принципе можно сказать, приблизительно возраст человека, к какой категории он относится, молодежный или все-таки золотой век. Но когда мы говорим о болезни души, когда мы говорим о усталой, пожилой душе, этот феномен, он никак не связан с нашим телом. Было бы логично предположить, что чем старше человек телом, тем старше его душа. Тем более устал его дух. Тем более его душа, она нуждается в подкреплении. Но ты знаешь, я вижу наш золотой век. Я говорю, ты знаешь, вообще не работает. Человек имеет определенный возраст, но его душа воистину молода. Аминь, золотой век. Его душа такая, что он... Аллилуйя и аминь всегда. Они всегда молодые. Они всегда радостные. Но ты знаешь, я видел подростков. Это действительно так. Я видел подростков, которые были усталые духом, усталые душой. Вроде бы его тело было инструментом, готовым сотворить многое. От него многое ожидали. У него были большие перспективы. Но его душа пришла в состояние болезни настолько, что этот человек просто оказался, ну, понимаете, в состоянии, знаете, как в болоте. Внутреннем болоте. Печали, усталости, бессмысленности жизни. И я понимаю, что на самом деле феномен усталой души, он никак не зависит от нашего тела. Но есть время, есть время, когда Господь говорит, твоя душа нуждается в аптечке. Твоя душа нуждается в исцелении, так же, как и наше тело. Заботясь о теле, не забывай о духе. Заботясь о теле, не забывай о здоровье твоей души. Я не говорю сегодня в контексте психологии, психиатрии. Не будем даже это упоминать. Я говорю сегодня в контексте священного писания. И если кто-то говорит, я всегда здоров душой, это не так. Грехопадение, оно оказало влияние на все сферы нашей жизни. И на телесную, и на душевную. И Библия говорит, в ней, в священном писании, есть то лекарство, которое поможет тебе обновиться твоей душой, обновиться твоим духом. Есть лекарство, которое поможет тебе исцелить твою усталую душу. Возможно, кто-то скажет мне, так что же ты, Антон Иванович, вообще сегодня так много говоришь, усталая душа, что ты подразумеваешь под этим? Я могу привести пример несколько, буквально несколько факторов, по которым я диагностирую усталую душу. Порой в себе даже, какие-то моменты, симптомы. Ты знаешь, самый первый симптом, это бессмысленность. Бессмысленное существование. Люди, которые не имеют цели. Люди, которые не имеют видения, и будущее не вдохновляет их. Жить, радоваться и к чему-то стремиться. Ты знаешь, человек, это такое существо, это единственное, наверное, существо на земле, которое не может жить без цели. Мы не можем жить только сегодняшним днем. Нас не вдохновляют цели, которые можем мы достичь здесь и сейчас. Мы всегда ставим цель, которая выше нас. Мы всегда, сегодня мы говорим, год Божьего видения. Это не просто так. Почему Бог дает человеку видение? Почему это жизненно необходимо иметь видение? Потому что видение придает нашей жизни смысл, направление и цель. В том числе нашим духовным исканием в Господе. И потеря видения, она по сути своей приводит человека в болото ежедневной рутины. Серой рутины жизни. И усталая душа, это состояние человека, потерявшего видение. То есть человек живет, понимаете, но живет как? Он знает, что сегодня ему надо идти на работу. Он встает и идет на работу. Но эта работа не радует его. Он знает, что через неделю ему надо платить ипотеку. И он делает все, чтобы через неделю покрыть этот платеж. Он знает, что будет выезд Family Plus. И он готовится к нему. Но особенность этого человека, что этого человека постоянно что-то должно мотивировать. Понимаешь? Когда человек теряет видение, человек переходит на внешнее управление. Это человек телефонного звонка. Это человек, которого необходимо постоянно вдохновлять. Он живет повседневными событиями. Но когда ты спрашиваешь его, а к чему ты стремишься? Во что вложена твоя страсть? Он говорит, я не знаю. Я порой общаюсь с молодыми людьми. Я говорю, слушай, вот у тебя есть проблемы в учебе. У тебя есть сложности. Просто жизнь. Ты сильный. Ты молодой. Ты красивый. Ты умный. Ты к чему-то стремишься. Что у тебя впереди? Что тебя радует впереди? Он говорит, слушай, ты знаешь, ничего. Я просто учусь, потому что надо. Я получаю оценки просто потому что надо. Но у меня нет смысла. У меня нет цели. Ты знаешь, это признак усталой души. Когда человек потерял мотивацию. Когда человек потерял силу от Бога радоваться будущему. Когда человек потерял надежду на то, что в его жизни что-то будет преображено. Ты знаешь, второй признак усталой души – это отсутствие восхищения. Вот как бы это ни звучало. Помните свое состояние ребенка? Когда ты просыпался утром, ну, я не знаю, какой-то день рождения. И солнце светило ярче. И трава была зеленее. И ты предвкушал, что же будет в моей жизни сегодня? Что мне подарят родители? Все, что происходило вокруг тебя, оно тебя удивляло. Любой подарок, какой бы ты ни получил. Нам не дарили планшетов, правда? Мячик, там, машинку, еще что-то. Тебя-то приводило в восхищение. Посмотрите на маленьких детей, у кого они есть. Он идет и говорит, вау, папа, какой белый снег. Ты говоришь, да подожди, ничего же не поменялось. Он идет и говорит, папа, какой классный наш Господь. Какой чудесный Боженька, сотворивший моего там котенка и собачку. Он восхищается каждым днем. И чувство такого, знаете, удивления его не покидает. Усталая душа, это состояние, когда тебя уже ничего не удивляет. Когда каждый день, это как день сурка. И ты уже не способен, ты запретил себе чем-то восхищаться. Ты запретил себе что-то любить, ты запретил себе что-то желать. И в итоге, ты живешь, ну, знаете, есть такое же ни рыба, ни мясо, да? Есть такое состояние. Когда ты живешь, но сильных эмоций восхищения ни Богом, ни церковью. Family Plus говорят нам. Мы говорим, а что я там не видел? А что там будет? Лыжи? Да как-то не сильно интересно. Там сноуборд, да, сильно не интересно. Что там еще будет? Вот если бы туда, там, братья Соколовы приехали, о, да, я бы туда поехал. Такой человек привыкает восхищаться какими-то, понимаете, какими-то внешними факторами. Ему постоянно нужно развлечения. Его постоянно нужно стимулировать, как, знаете, человека на искусственном дыхании. Развлечениями, какими-то подарками, покупками, шопингом, какими-то особыми служениями, какой-то особой формы. Он не находит восхищения в Боге просто так. Он не находит восхищения, радости и удивления в христианской церкви просто так. Его необходимо всегда стимулировать. Это признак усталой души. Ты знаешь, признак усталой души – это постоянный скептицизм. Это человек оценивающий. Как один человек описал мне такую картину. Это, знаете, как вот сидит обезьяна на горе. И с горы наблюдает за всем, что происходит. Не участвует в том, что происходит. Скептицизм. Что бы ни произошло, мы все подвергаем сомнению. Мы слышим, я стал иногда ловить себя на той мысли, что когда я слышу свидетельство, у меня включается мой внутренний скептик. Я говорю, да, 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 конечно, конечно. Вот тебе с точки зрения психологии, вот тебе с точки зрения физики, химии и прочего. Когда я общаюсь с человеком, который рассказывает о своем видении, во мне включается внутренний скептик, который говорит, да, 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 посмотрим, как ты запоешь через пять лет. Я сказал, господи, что это такое? Бог говорит, это усталая душа. Ты начинаешь все подвергать сомнению. Ты начинаешь всех подвергать сомнению, что бы с тобой ни происходило. Это постоянный пессимизм. Для такого человека все, что бы ни произошло, оно будет заканчиваться плохо. Как в одном мультфильме был папа, который рассказывал своим детям сказки, и в этой сказке обязательно что-то происходило с героями. И тогда его дочка говорит, папа говорит, а ты можешь рассказывать, у тебя есть хотя бы одна сказка, где все заканчивается хорошо? У человека с усталой душой ничего хорошо не заканчивается. Что бы ни произошло, у него всегда десять плохих и один хороший вариант. Такие люди говорят себе, вспомни самое плохое, что может произойти, и смирись с этим. Происходит утрата веры. Это постоянное недоверие по отношению друг к другу. Это постоянное недоверие по отношению к своему ближнему. Ближний делает тебе добро, а у тебя сразу подозрение. Что-то там он задумал против меня. Ближний дает тебе благословение, а у тебя сразу мысль, что он, зачем он это делает? Что бы с тобой ни происходило, ты уже не умеешь воспринимать людей искренне и доверчиво. Когда-то Христос сказал, как дети, вот, будьте как дети. Дети это те, кто еще не имеют усталой души, зачастую. И они доверяют людям. Они тут же поссорились, тут же помирились. И у них нет задних мыслей, что что-то от них хотят или что-то спланировали для них. И как это ни странно, состояние усталой души, это состояние, в котором можно жить годами. Это состояние, в котором человек может утонуть, привыкнуть к нему, согласиться с ним, потерять видение, отдавшись просто на течение каких-то событий, которые происходят с ним. Вы скажете, а христиане страдают ли этим? Да, к сожалению. Даже имея определенную внутреннюю духовную дисциплину, даже христиане могут страдать вот этим вот усталостью души. Я видел такие примеры. Но у нас есть тот панарион, аптечка, которая называется Священное Писание. И в Священном Писании Господь говорит следующее. Буквально один короткий, но важный стих. Это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16-18 стих. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 16-18 стих. Это замечательная глава. Это глава, которую надо читать и перечитывать, потому что она полна хорошими, благословенными откровениями. Но я взял для себя буквально несколько стихов сегодня, потому что у нас не так много времени. Итак, 16 стиха, 5 глава, 1 Фессалоникийцам, 16 стиха. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Знаете, вот первое, на что я обращаю внимание в этих стихах, на такие слова. Всегда, непрестанно, и за все. И я понимаю, что в жизни христианина есть вещи, без которых ему не обойтись. Ну, их достаточно много. В душе христианина есть те таблетки, духовные таблетки, библейские таблетки, без которых душевное исцеление для него не будет возможно. И поэтому Господь, как когда-то мне врач сказал, ты знаешь, есть таблеточки, есть вещи, без которых ты не исцелишься твоей душой. Без которых не будут исцелены твои эмоции, без которых ты не почувствуешь радость взаимоотношений с Господом. Поэтому Он и говорит, всегда, непрестанно, за все. Нет ограничений по времени. Бог не говорит, радуйтесь сегодня, когда хорошее служение, и забывайте о радости завтра. Молитесь по утрам, но забывайте о молитве в течение дня. Паститесь только во время поста Даниила, а потом забывайте об этом. Бог говорит, всегда, вот можешь сказать себе, всегда, всегда, не будет такого, что не понадобится исцеление. Не будет такого, что наша душа будет исцелена сама собой. Не будет такого, что душа получит исцеление из ниоткуда. Есть вещи, которые надо принимать всегда, с которыми надо смириться и которые надо стимулировать себе всегда. И Бог говорит о трех таблетках. Радость, молитва и благодарение. Радость, молитва и благодарение. Но здесь опять вопрос. Вы знаете, если честно, когда я прочитал это местописание, я его читал часто, я прекрасно его цитировал, я знал, как бы, о чем говорит Господь. Но я попытался на это местописание посмотреть честно. Вот иногда бывает, да, что надо честно о чем-то говорить. И я понял. Ну, во-первых, я не могу радоваться всегда. Ну, правда. И если мы объективно, ну, кто радуется всегда? Вот каждую секунду на его лице голливудская улыбка. Нету таких? Подождите, ну, я думал, что это у меня только такая проблема. А оказывается, радоваться всегда невозможно. Сам же Павел говорит, печаль, есть печаль, которая необходима. Потому что приводит человека к покаянию. И верующий человек, это не человек с постоянно экзальтированным чувством радости. У-ху! Что бы ни произошло, да, он как паровоз всегда счастливый. Есть такой мультик «Паровозик Томас», да, вот, который пыхтит, радуется и идет вперед, несмотря ни на что. Всегда молите, постоянно молитесь. Слушайте, а у меня этого не получается. Ну, то есть, постоянно, каждую минуту дня молитесь. Я говорю, подождите, а как же с женой поговорить? А как же на работе быть? А как же, я не знаю, проповеди готовить? Как это постоянно? Мой разум не может постоянно молиться, если честно. Ну, так ведь? Кто из вас постоянно молится, каждую секунду жизни? Такого нет. Ну, это, знаешь, третий момент, да, говорит? За все благодарите. Ну, здесь легче. Но, так или иначе, все равно, я не могу, мне не получается благодарить за все. Есть вещи, вот, ты знаешь, сделал мне человек добрый, мне хочется его благодарить. Сделал мне злое или не сделал, ну, тут какая благодарность? Тут весь мой педагогический опыт говорит, ты не благодари, ты наказывай. Чтобы человек четко понимал, за что ему говорят спасибо, за что его ругают. То есть, в итоге, получается, три варианта. Либо, мы настолько грешны, и мы не можем исполнить этого местописания, поэтому надежды на исцеление души у нас нет. Мы не сможем всегда радоваться, там, молиться и благодарить. Либо апостол Павел нас просто обманывал, дал нам какую-то, знаете, такую интересную задачку без решения. Дал какой-то идеал, которого мы максимально сможем достигнуть только в Царстве Небесном. И поэтому не надо заморачиваться, чтобы учить себя радоваться. Это, знаешь, есть третий вариант. Что, возможно, мы не совсем правильно понимаем, о чем здесь говорит апостол Павел. Это, знаешь, я принял все-таки третий вариант. И попытался, и сегодня мы с вами попытаемся поразмышлять. А что же это за радость, которая может быть с человеком всегда? Что же это за молитва, которая может быть с человеком непрестанно? Что же такое за благодарение, которому можно научиться постоянно, вне зависимости, получаешь ты добро или зло от человека? И первое, с чего бы я хотел начать, буквально несколько слов, да? Вот все, наверное, три эти качества, о которых говорит апостол Павел, они относятся к нашей душевной сфере, к эмоциональной сфере нашей жизни. То есть мы радуемся эмоциями, мы благодарим эмоциями, мы молимся нашим разумом и, несомненно, нашими эмоциями. Но вот вопрос, вопрос вот в чем. Что, наверное, библейское понимание эмоций, оно несколько отличается от того, как понимаем эмоции мы. А чем оно отличается? Давайте поговорим о нашем понимании. Ну, ты знаешь, самое первое, что мы должны знать, что все наши эмоции, они имеют такое волнообразное движение. Корень наших эмоций в нашем теле. И поэтому получается так, что эмоции возникают, и эмоции обязательно проходят. Потому что большинство эмоций, это эмоции, которые стимулируются определенными химическими процессами. И получается, химические вещества были брошены в нашу кровь, что-то произошло, и действие их закончилось, как и действие любого лекарства. Поэтому получается, что когда мы говорим о человеческих эмоциях, телесно обусловленных человеческих эмоциях, мы говорим о том, что невозможно эти эмоции сохранять всегда. Так же, как и радость. Например, радость. Невозможно радоваться всегда. Будет момент, когда радость тебе возникла, и будет момент, когда радость тебе пройдет. Невозможно радоваться всегда. Это будет вот такой процесс. Невозможно печалиться всегда. Невозможно испытывать чувство влюбленности всегда. Это будет процесс. Процесс начала и процесс завершения. С другой стороны, эмоции слишком зависят от нашего тела. Как это ни странно. Иногда болезни, они приводят к тому, что радости в нашей жизни нет. Болезни тела, сокрушение тела, старость тела приводят к тому, что эмоции становятся все меньше и меньше. И в итоге, о каких постоянных эмоциях здесь может идти речь? И когда я увидел это, Господь сказал мне, ты должен измерять эмоции, ты должен измерять эти факторы не своим телом и не какими-то человеческими методами. Потому что есть еще один источник эмоций. Это наш Господь. Источник эмоций это наш Бог, это наш Дух. И ты знаешь, вот давайте просто приведем такой пример. Чуть-чуть богословия, потерпите на мне немножко. Приведем такой пример. А есть ли эмоции у Бога? Библия говорит, да. Написано, Господь радуется. Написано, даже Господь раскаивается. Раскаялся, один раз было такое в истории. Мы читаем, Господь гневается. То есть мы читаем, что оказывается у Бога есть эмоции. Но Господь не имеет физического и материального тела, Он есть Дух. А эмоции есть. Так что же такое за эмоции у Господа? Ты знаешь, вот то, что мы можем сказать с уверенностью. У Господа эмоции это не просто определенное состояние. Это мы можем гневаться, топать ногами, но так ничего и не сделать. Для того, чтобы этот гнев выразить. Только мы можем печалиться, но так ничего и не сделать, чтобы эту печаль преодолеть. У Господа, запомните это, у Господа любая эмоция, она превращается в дело. Причем мгновенно. Если мы читаем в Библии, что Господь раскаялся, это значит, что Господь начал исправлять что-то в бытие. Если мы читаем, что Господь прогневался, это значит, Господь начал действовать. Господь начал что-то делать. Если мы читаем, что Господь возрадовался, это значит, что Господь начал благословлять, Господь начал что-то менять. У Бога эмоция, это есть действие. И поэтому, когда мы говорим о радости, когда мы говорим о благодарении, мы не ждем чувствований. Мы не ждем каких-то внутренних химических движений в нашем сердце. Мы действуем. Ты знаешь, есть замечательное правило, которое сказали еще... Субтитры создавал DimaTorzok